Что же, всем здорова! С вами Отец Евген, и в этом видеоролике я хотел бы рассказать вам безумную историю, просто страшную историю, которая произошла со мной за последние дни. Вы вообще даже не представляете, какие бывают сотрудники ФБР. Наверное, вы также заметили, что последние недели видеоролики вообще на канале не выходили. Вот этот стрим, который вчера вы смотрели, он не считается, он в отложке был, это была запись на самом деле. А все это время я сидел в тюрьме. Я тоже сейчас все это расскажу, но об этом чуть-чуть попозже. Также я предупреждаю сразу, ребят, заранее, что у меня есть проблемы с памятью. Но сейчас, конечно, все нормально, но а так вообще проблемы с памятью есть. Например, вот пару дней назад, да, я вообще не помню, что со мной происходило там в последний вот этот месяц. Вот настолько такие вот проблемы у меня с памятью были. Теперь же я не помню просто, ну, пару дней каких-то даже нет. Вот один день конкретно, вот когда все это произошло, я не помню полностью. Именно в тот день, когда вся вот эта хрень произошла, вот этот инцидент вот этот вот весь. А также, ребят, я хотел бы попросить вас всех поддержать это видео лайком, своим царским отцовским комментарием и подписочкой на канал. Что угодно, поддержите реально, потому что мне очень-очень сейчас хреново. И также вы сейчас, наверное, спросите, почему я так вот разговариваю. Ну, так странно, да, как-то. А это потому, что, ребят, мне выбили зуб. Из-за этого зуба мне реально очень трудно говорить. Мне так сильно ударили, что у меня швы сейчас на губе. И мне сейчас больно реально разговаривать. Поэтому я говорю сейчас, ну, просто как могу. Поняли? Давайте начнем с самого начала. С чего это вообще все началось? Как это все произошло? В общем, ну, один мой знакомый, который, ну, до этого вообще, да, он сидевший. Там, конечно, до этого и угрозы поступали. Я хуй помидо чего, у меня проблемы с памятью, не помню. Но до этого точно помню, что угрозы какие-то поступали. Но начнем с того, как все вообще, в принципе, начиналось. А этот кореш, который сидел, он просил у меня занять денег. Я ему говорю, да, окей, без проблем, давай займу, братишка. 20-го числа пригоняй ко мне, я тебе без проблем все займу. Хорошо. Все это произошло именно 20-го числа. Ну, вообще, на самом деле, 21-го. Короче, я ему что говорю? Займу тебе. Плюс у него еще была моя колонка, поняли? Я, честно, вообще не помню, как мы там с ним договорились, но думаю, примерно так. А вы, наверное, спросите, а что переписку не посмотришь? А, ребят, нихрена. Нельзя посмотреть переписку. Он умный, он всю переписку удалил. Просто вот меня вырубил, взял мой телефон и удалил всю переписку с ним ВКонтакте. Ну, он, наверное, понял просто, поняли, что когда я очнусь, ему просто не сдобровать. Ну, или он просто знал, что я ничего помнить не буду, и поэтому решил взять мой телефон и просто стереть всю переписку. Но, вы что думаете, я тоже такой тупой, что ли? Нет. Я написал администрации ВКонтакте, потому что я не дурак, ребята. Вся переписка восстановлена. Вот, смотрите, вот тут я пишу агенту поддержки, это админ ВК. Объяснил им, короче, нам всю ситуацию, ну, и они любезно мне предоставили весь архив нашей с ним переписки. Ну, я его успешно качнул, все восстановил, но сейчас, конечно же, показывать вам ничего не буду. Вот, если вы захотите, то я без проблем потом могу полностью об этом всем рассказать и записать отдельное видео про эту ситуацию. Но, до этого, что же вообще все-таки с нами там приключилось? Он всю мою переписку удалил, я нихрена не помню, очухиваюсь, ничего не помню, последние два месяца просто стерлись из головы. Я в состоянии шока. Память просто жесть как отрубила, вы не представляете. Смотрю в зеркало, еще и зуба нету. Мой друган, я честно не знаю, откуда мой друган взялся в моей квартире, но вот мой друган привез меня после этого к девушке. Помимо всего этого, я утверждал, что у меня там пропало, денег у меня с собой не было, на самом деле у меня были документы, ключи от хаты, телефон со стертой перепиской и все. Хорошо, что на самом деле больше ничего с собой не брал. Так бы он мог вообще меня по крупнику ограбить. Странно, правда, почему он телефон мой не забрал, но да ладно. У девушки мне вызывают, короче, скорую, дальше меня увозят в эту скорую, там мне налаживали швы, все вот эти вот дела, вот эти вот. И скорые уже, короче, начали вызывать ФБР. Поняли? Они вызвали Федеральное бюро расследования, потому что дело очень странное, очень подозрительное, обычной полиции тут, короче, не помочь. Они вызвали сразу ФБР. Чтобы вы понимали, сотрудники ФБР оказались вообще некомпетентными. Они просто какие-то неадекватные, вот клянусь. Я был в состоянии шока, у меня нет памяти, а меня берут и проверяют. У меня там берут анализы, типа, курил, не курил, но ничего они не обнаружили, поняли? А полицейские начинают, типа, да ой, да ты что-то там принимал, ну вот такой вот, короче, вот мега лютые, просто некомпетентные, просто ФБР. Но это я честно не помню, мне это рассказывали уже девушка, друг, и я-то сам не помню ни хрена. Но говорят, что меня спрашивали. Они говорят даже, что меня там били, поняли? Честно говорю. Также у меня пропали кольца, ребят, я это заметил в больнице, у меня пропали кольца, в которых я был на тот момент. Ну вот эти вот драгоценности, поняли? Но потом их, короче, как бы то ли подкинули, то ли что, я не знаю, ко мне в квартиру, они у меня нашлись. Но я не удостоверился в полном наличии моих драгоценностей дома, поняли? То есть вот их сначала не было, а потом взяли и нашли. У меня, кстати, обыск в квартире был. Без ордера, без понятых, вообще без всего. Просто ФБР пришли, короче, ко мне в хату и давай меня обыскивать. Нашли, короче, драгоценности и начали спихать на то, что я типа вру. Но, пацаны, я так понимаю, что просто мне их подкинули обратно. Вот просто своровали, а потом вернулись на мою квартиру, вот мой друг, который меня избил, и вернул мне эти кольца обратно. Потому что, ну, кольца, ну, сами понимаете, драгоценности. Может ему жалко меня стало, я не знаю. Также пропали деньги, но я не могу сказать точно, сколько пропало. Потому что я не помню, сколько у меня денег было. Но я уверен был, что деньги пропали на тот момент. Но деньги у меня лежали вот 50 рублей. Ну, это, конечно, очень мега смешно. У меня лежало 50 рублей, ребят, да. Я думаю, там лежало гораздо больше, но я не помню. Но деньги своровали. А эти ФБР говорят, ну вот, да что ты нам гонишь, у тебя там всего 50 рублей было. Но я проверил свой кошелек. В то время, когда все это случилось, были сделаны переводы. Я это все проверил. Я сейчас скрин вам покажу. Вот, видите, да. В это время, когда все произошло. 21 января. Видите, да. Это переводы не мои. Вы не думайте. Я не знаю, чьи это переводы. Но они сделаны с моего киви. Так, что же. Деньги, получается, у меня забрали. Ну и плюс, знаете, вот. Я-то помню, что утверждали все, что вот все, что меня украли. Что я сказал. Все нашлось у меня потом в квартире. Но деньги-то так и не нашли. После этого, после этого всего, меня отвезли в участок к ФБР. Я там, короче, некоторое время находился. Возле входа сначала, вот этой вот части, да, ФБР у входа. Не пускали, потому что объект секретный. Но ФБР, сами понимаете. А после чего, вот после этого, как я у входа там постоял, меня взяли и закрыли в камере. Да, ребят, да. Вот это беспредел. Беспредел, ФБР. Меня взяли и закрыли в камере. Я не знаю, на каких основаниях, по какой причине они это сделали. Вот просто потерпевшего, меня, отца Евгена, берут и закрывают в камере. Ну это, типа, просто жесть. Чтобы вы понимали, там очень холодно. Вы даже не представляете, какая там холодина, какой там мороз. Ну, потому что, ребят, сейчас, во-первых, январь месяц, сейчас зима. А там решетка выходит на улицу. Там стекла нет. То есть дырка в стене и решетка. И она выходит на улицу. И с этой решетки дует. Меня закрыли, короче, вот в этой холодной камере. И держали меня там, понимаете, примерно неделю. Хотя нет, чуть меньше, чуть меньше недели. Сутки примерно меня там держали. Было безумно холодно, пока не приехал их главный, их начальник. И вот, знаете, он единственный, кто в ФБР оказался достойным, здравым, вот прям нормальным мужиком. Вот также я прошу подметить, ребят, что сотрудники ФБР, они применяли ко мне силу. При том, что я, потерпевший в этой ситуации, я в состоянии шока, у меня нет памяти, у меня нет зуба, они все равно меня били. И еще закрыли в холодной камере. А я при этом утверждал, что я им говорил, что я ничего не помню, меня побили, своровали кольца, драгоценности, деньги, зуб, меня побили. А они все равно надо мной издевались. После вот этого всего, как мы поговорили с начальником, меня освободили с камерой, заставили написать отказную, ну, что типа я не имею никаких претензий. И вот самый главный начальник, который, я повторяю, вот единственный, самый нормальный. Я сейчас после этого видоса к нему поеду, мы с ним снова побазарим, он телефончик свой оставил. Он меня, кстати, опросил перед этим, сказал, что братишка Евген, как только все вспомнишь, как только память вернется к тебе, пригоняй ко мне. Не вот к этим там всем плохим, да, кто тебя там пытал, бил, морально унижал, в камере закрывал, к ним ехать не надо. Едь напрямую ко мне. А те это вообще беспредельщики. Мало того, что надо мной издевались, так еще и обыск в моей квартире без ордера сделали. Хм, блин, вот что-то еще было. Я хотел это рассказать, но, ну, это жестко, конечно, но у меня, понимаете, с памятью проблемы. Что-то хотел сказать. В общем, меня отпустили, выгнали, короче, вот просто реально выгнали. Я их еще просил, можно, пожалуйста, мне вернуться, я такси вызову, вернуться. Я и так в камере сидел, я замерз, сейчас меня снова на улицу. Ну, и потом, через какое-то время приехала моя девушка и, ну, забрала меня, поняли? После чего я приехал домой, сразу же запросил архив сообщений ВКонтакте, потому что все сообщения полностью были удалены, я вообще ни хрена не помню просто. Буквально вот только что все восстановили, архив мне дали, он ко мне пришел. Сейчас я с этим архивом поеду обратно в ФБР, и мы будем с этими вот архивами раскладывать всю вот эту картину полностью. Я, конечно, сейчас все так в целом рассказал, что случилось. И, кстати, я прошу подметить, что все-таки одного кольца нету, я его не нашел. Вот я ездил домой вчера, да, его там нет, а оно золотое на минуточку, поняли? Сейчас опять же я поеду в ФБР, буду узнавать, как они так искали, и одно кольцо-то не нашли. Может, это они сперли, я не знаю. Ну, а вам, ребят, спасибо большое за просмотр. Конечно же, если вы хотите еще видос, да, по этой теме я полностью как бы... Я сейчас не полностью рассказал, но потом в следующем видосе я полностью расскажу. Если вы хотите, вы пишите в комментарии. Это просто ролик такой был, чтобы вы поняли, меня не теряли, чтобы поняли вообще, что произошло, что со мной случилось. Подписывайтесь на канал с колокольчиком, спасибо вам огромное за просмотр. В следующем видосе уже тему расскажу, что как, но если вспомню, потому что все-таки один день из своей жизни, да, я вообще как бы не помню. Я недавно вообще пару месяцев не помню, вот реально вам говорю. Кто не знает, кстати, ребят, сообщения ВКонтакте можно восстановить. Если они у вас удаляются там, да, вы их можете вообще запросить у админки, и они без проблем вам восстановят, как бы их, поняли? Ну да ладно. В общем, еще раз говорю вам, ребят, спасибо за просмотр. Всем вам удачи, спасибо вам за мою поддержку. Давайте, до нового видоса, до новых встреч, и давайте смотрите другие мои видосы. Надеюсь, вы поймете, что видосов нет, потому что вот такая ситуация у меня случилась. С вами был Данн, ой, простите, отец Евген. Увидимся, пока.